Виталий, приветствую тебя! Открываем традиционно мы неделю, анализируем уже с акцентом на последние дни минувшей недели, из-за того, что уже произошло на азиатской сессии понедельника, даем оценку актуальную, максимально объективную по технике, по фундаменту. Друзья, все для того, чтобы у вас была информация, были условия, новостные, информационные, фундаментальные, технические принятия вами торговых идей. Мы с Виталием традиционно комментируем все, что давалось ранее, как отрабатывались сигналы. Ну и, разумеется, очень заинтересованы в том, чтобы вы, друзья, были максимально полны энтузиазма работать на финансовых рынках, потому что реально то, что происходит сейчас в плане повышенной владельности, выраженной тенденции, тренды, это, на мой взгляд, не такая уж и сложная возможность зарабатывать. Виталий, ну, давай традиционно начнем с меня, тогда пробежимся по основным идеям и на что можно обратить внимание сейчас. Так, демонстрации. Начнем традиционно с индекса доллара. Видно уже, да, график? Правильно? Отлично. Индекс американской валюты. Ранее я отмечал, что очень хорошо сейчас формируются условия. Всевозможная среда для того, чтобы индекс доллара продолжал двигаться в рамках нисходящего тренда. Было две поддержки, 92.10 и 91.70. Мы их благополучно преодолели. Сейчас котировки 91.68. То есть, фактически, мы находимся чуть ниже уровня поддержки 91.70, на который я ранее делал акцент, как на уровень, который точно будет пробит. Как действуем дальше? По индексу доллара я рекомендую держать точно вот этот трейд именно на то, что индекс окажется точно ниже уровня 91.50. Моя долгосрочная цель может быть с небольшим заходом на первый квартал 2021 года. Долгосрочная цель на отметке 90 пунктов, потому что мы по-прежнему ждем все-таки еще одного важного события для всех финансовых рынков. Это решение Конгресса и, может быть, доп. поддержка со стороны Федрезерва касательно мер экономического стимулирования. Все меньше времени до конца этого года и все больше все-таки шансов на то, что эта помощь от законодателей и монетарных властей придет. 14 декабря голосование коллегии выборщиков. Через день буквально мы узнаем имя американского президента. И фактически Конгрессу не будет уже смысла либо какой-то причины тянуть, чтобы не дать экономике хотя бы триллион, может быть, чуть больше денег. Конечно же, тема с вакциной. Она, безусловно, ранее поддержала рыночное настроение. Все в нее поверили. Хотя, если сейчас чуть-чуть покопаться в этом новостном фоне, то мы сможем легко найти подтверждение того, что уже и количество скептиков растет. Даже AstraZeneca сообщила о том, что неправильная была выборка в результатах тестирования. Сейчас они меняют дозировку снова. На второй круг ушли тестирования. Не знаю, насколько он продлится, насколько задержится факт получения ими разрешения на массовый выпуск. Но это явно тревожный звоночек, указывающий на то, что с ковидной темой мы, друзья, какое-то время еще поработаем. Мы поработаем в плане даже негативных новостей. Короче, дожимаем индекс доллара. На этой неделе очень куча статистики по баксу. Non-farm payrolls, конечно же, в пятницу. Традиционно. Я исключительно скептик по всем отчетам. И если вам, друзья, кому-то, может быть, кто-то из вас считает, что американская экономика цветет и пахнет. И, в принципе, экономика восстановилась после спада в первых двух кварталах 2020 года. Одумайтесь, посмотрите на данные. И, кстати, как раз те отчеты, которые выйдут на этой неделе, они будут еще одним доказательством того, что стагнация, даже рецессия американской экономики продолжается. Также в прошлый раз комментировали мы ситуацию по евро. Здесь мы с тобой были солидарны как бы в плане целевых ориентиров. И тут остается только лишь констатировать нашу с тобой правоту. Действительно, совсем чуть-чуть остается до уровня 1.20. Мы точно добьем до этих значений. Я ранее давал рекомендации по новозеландцу, то есть, секундочку даже включу, ближайший целевой ориентир был на отметке 0.70. Но исходя из изменившегося фона и комментариев от резервного банка Новой Зеландии, я рекомендовал все-таки сохранить длинные позиции и попробовать замахнуться на движение выше уровня 0.70.50. Это сделка, вот сейчас вот как раз на графике она у меня открыта, трейд-график, линия восходящего тренда, ну прекрасно от этого уровня, от этой линии мы видим, как пара отрабатывается, каждый раз восстанавливается и обновляет локальные максимумы. Кстати, по новозеландцу это не просто локальные максимумы, это уже максимумы почти за два года. Сегодня я рекомендую посмотреть на рынок нефти. С позиции фундамента хочу отметить, что сегодня заседание ОПЕК в 13.00 по московскому времени двухдневное заседание может быть даже отчасти и экстренное, потому что за последние две недели очень сильно стали меняться настроения среди стран ОПЕК и назрел самый настоящий раскол. Я сегодня в своем брифинге рассказывал про то, что ветер дует со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, которые, исходя из-за роста добычи в Ливии, которые не участвуют в сделке ОПЕК, и исходя из того, что буквально две недели назад недалеко от Абу-Даби было обнаружено месторождение, в котором 2 миллиарда баррелей нефти, они, конечно же, хотят увеличить добычу и не хотят больше быть сковаными обязательствами по сокращению производства, потому что, как таковой, получается, что основным нефтедобывающим регионам приходится тянуть лямку и нести ответственность за баланс на рынке нефти. И Объединенных Арабских Эмиратов, в принципе, их это не устраивает, потому что Россия нарушает показатели и договоренности по производству нефти. Есть определенные нарушения и со стороны Саудовской Аравии, а как только выбиваются из лимитов Объединенные Арабские Эмираты, тут же шквал критики в их сторону. И, короче, вот последняя новость, которую я читал, это видел в пятницу о том, что Объединенные Арабские Эмираты реально могут поднять вопрос сегодня-завтра о целесообразности своего нахождения в этой организации. Если все-таки они выйдут из-за ОПЕК, конечно же, может уже начать развиваться негативный сценарий из-за того, что последующий рост нефтедобычи снова приведет к избыточному предложению на рынке нефти. И, может быть, отрицательных цен мы, конечно же, не увидим, но еще одна волна распродаж вполне может последовать. Поэтому я предлагаю сегодня рискнуть, попробовать зайти в рынок нефти через отложку селл-стоп с уровня 46.80. Если пробиваем это значение, ориентируемся на профитный ориентир, take profit 43.40, ну а стоп-лосс можно поставить будет на отметку 47.80. То есть это, да, сделка против тренда, но, опять же, такой хороший новостной фон, я думаю, что можно попробовать его использовать. Виталий, слово тебе передаю. Так, всех приветствую. Видно, Артем, рабочий экран? Да, да, да. Итак, давай пройдемся по тем идеям, которые мы обсуждали в прошлый раз. Как ты уже напомнил, по евро-доллару мы работали в лонг, по индексу доллар аналогичный тоже был за шорт. Это было со среды. Но в последнее время я, скажем, вышел с этих сделок и даже переключался на шорт по евро-доллару в пятницу, но идея не сработала. Скажем, там не было таких сильных сигналов, были всего-навсего дивергенции. Поэтому некоторые моменты здесь я сейчас скорректирую по рынку. Дальше основная идея у меня была, кроме евро-доллара, это был доллар-франк. Я его пытался шортить очень долго, ну, скажем, последние там две недели. Еле она, скажем, еле доллар-франк отпадал, отработал сигнал где-то, я целился в район 0,90 уже долго. Тоже по нему пока сейчас повыходил, даже рассматривал лонги аналогично, как евро-доллар шорт. Но пока здесь сложная ситуация. Рынок сильно, тот же новозеландский доллар, если взять там австралийский доллар, очень сильно перекуплен. Конечно, здесь тренд, никаких сильных сигналов нету на рост доллара. Есть там дивергенции, но по некоторым инструментам их уже сломили. Так как, наверное, это идет третья волна, она ломает все дивергенции, как говорят. Поэтому я бы сейчас был, скажем, таким достаточно осторожным по поводу снижения доллара. Могут, скажем, в любой момент, как ты сказал, эта неделя насыщена новостями, могут, скажем, дать обратный ход. Поэтому я пока на дальнейший рост, скажем так, скептически на это нацелен. Вот евро-доллар, если взять, да, я целился на 1.20, мы можем туда дойти, даже перебить вот этот хай текущего года. Но не исключая где-то с текущих, там, сегодня-завтра на какую-то коррекцию хорошую, там, уйти вниз. Это будет небольшая коррекция или сильно, это уже время покажет. Пока точек хода я не вижу, но в любой момент может уйти данный инструмент вниз. Это что касается евро-доллара. Дальше, по поводу нефти, шорт возможен. Мы даже его обсуждали с ребятами в четверг-пятницу. Немножко мы уже падаем с этих значений. На текущий момент нужно, чтобы твоя лимитка сработала. Мы цену продавливали вниз, и в таком случае здесь возможна коррекция по нефти. Мы даже, в принципе, с 33, ну это лайт, сделали на 47, это практически там 13 долларов. Это достаточно много в процентном соотношении. Поэтому на какую-то коррекцию возможно рассчитывать в ту зону, где-то 40, по нефти лайт. Сюда, в принципе, можем сходить вниз. Поэтому, конечно, текущая точка входа сложная. На sell stop я такое бы не торговал. Если что-то нарисуют еще до среды, что-то более красивое, ну, в принципе, рискованно можно рассматривать снижение по данному активу. Дальше, что бы я хотел на сегодня обсудить. Такой рынок немножко сложноватый. Это доллар против японской иены. Здесь, возможно, рисуется вариант с лонгом. Он, конечно, слабый, так как достаточно сильно скинули в четверг-пятницу, и даже сегодня в понедельник ночью скинули доллар-иену. Но если ее будут хорошенько выкупать, хотя бы выше пятничного хая, то у нас существует вариант достаточно сильного роста в пределах 100-150 пунктов, возможно, и больше. Поэтому можно рискнуть, скажем, купить с текущих доллар-иену. Это значение 104-10. Со стоп-лоссом вроде там 103-60. Это вот за эти минимумы позапрошлой недели можно закинуть. Конечно, нужно, чтобы сегодня, понедельник, этот инструмент выкупали. Если мы снова задавим, на текущий момент задавим его вниз, то скорее будет проваливаться, сработает стоп-лосс. Такая рискованная сделка. И стоит обратить внимание также на S&P 500. Что мне понравилось, его сегодня скинули ночью. И если мы закроемся сегодня, скажем, под минимум дня, конечно, у нас только утро, до конца дня еще достаточно много времени. Если будет закрываться по медвежьему, под минимум дня желательно, то на коррекции можно будет рассматривать шорт по данному активу. Поэтому можно, скажем, рискнуть с текущих шортануть со стоп-лоссом за сегодняшний хай, то есть понедельника. И здесь, возможно, сформируется, она пока формируется, модель, которую я люблю торговать. Конечно, это контртренд, она больше по тренду. И мы можем получить достаточно сильный балл до конца года, как вариант. Возможно, даже к этим минимум, там, в районе 3200. Ну, нужно, чтобы сегодня ее задавили. Если будут сильно выкупать, и дальше снова, там, вторник, бычий бар будет, то скорее дальше пойдем в лонг. Но рисуются какие-то преждевременные сигналы на шорт, аналогично, как по доллар-иене. Пока не будем работать со смарт-контрактами, попробуем по текущим. Это рискованно контртренд, но имеем то, что имеем. Поэтому вот пока вот такое у меня мнение по рынку. Оно рискованное, поэтому нужно обязательно соблюдать риск-менеджмент, так как у нас по всем активам, по всем практически классам активов идут сильные тренды. То есть это что касается S&P, нефть, доллар-иена, евро-доллар. Вот как-то вот так. Понял, Виталий, спасибо тебе за комментарии. Следим, присоединяйся к моим словам касательно необходимости соблюдения риск-менеджмента. Это, конечно же, очень важно. Это всегда важно, но сейчас еще и рынки такие, как вы видите, пройти 100-150 пунктов, даже больше, да и вообще как нечего делать. И причем рынку иногда даже плевать на фундамент и на технический анализ. Это как раз доказательство того, что настроение очень непредсказуемое. Ну, такой фон. Действительно работаем с тем, с чем приходится работать. Виталий, тебе к властной неделе. Увидимся тогда в следующий раз уже в среду. Думаю, что там и какие-нибудь более интересные формации нарисуются, и фундамент тоже подойдет. Короче, как всегда, будет о чем поговорить. Спасибо тебе. Пока.